Весна, пик работ для молдавских фермеров. Страна, считающаяся беднейшей экономикой континента, верит в свои силы. Власти не скрывают, что в долгосрочной перспективе хотели бы вступление в Евросоюз. Для европейской стороны этот проект звучит фантастично, несмотря на заинтересованность в сотрудничестве с экс-советскими республиками. Мы в семье Надежды Дурнеску. У 43-летней женщины пятеро детей и ежемесячный доход – 50 евро. Мой старший сын, ему 23, работал в Москве на стройке. Сейчас он вернулся, так как собирается жениться. Так вот, пока он работал в России, он посылал нам деньги. Наверное, раза 3-4. По статистике, четверть населения Молдавии сегодня живет за чертой бедности. Как следствие, отток молдаван работоспособного возраста в соседние республики, главным образом в Россию. В последние годы трехмиллионное население Молдавии сократилось почти на треть. 700 тысяч человек уехали на заработки за границу. Я поработал на стройках в России, заработал некоторую сумму. Я вернулся и посадил полтора гектара виноградников. Теперь передо мной стоит задача заработать на следующий этап – бутилирование и избытвина. Здесь денег надо немало. Поэтому моя жена со старшей дочерью уехали на заработки. Все, что им удается заработать в Италии, они пересылают мне, чтобы я развивал наш бизнес. И этот бизнес, я надеюсь, скоро станет нас кормить. На деньги, которые заработала моя жена, мы хотим построить погреба для хранения вина. Я тоже подумываю поехать работать в Италию. Моя цель – заработать 30 тысяч евро. Тогда я смогу завершить строительство нужных мне помещений. Николай представил нам своего брата Анатолия, который уже пять лет занимается виноделием. Ему принадлежат 10 гектаров виноградников. Полученное вино Анатолия, несмотря на ограничения по сбыту в России и ЕС, поставляет на формирующиеся рынки. Мои вина можно купить и здесь, в Молдавии. Я лично видел их в супермаркетах Кишинева. Однако большая часть моей продукции поставляется в Китай. Я, например, туда отправил половину урожая 2006 года. Я очень надеюсь, что мои доходы будут расти и что мой бизнес пойдет только в гору. Я 29 лет жил в Петербурге, в России. Был моряком, обошел на корабле весь земной шар. Все, что заработал за жизнь, вложил, в конце концов, в производство на родной земле. Мне хватило на то, чтобы начать бизнес. Не самый, кстати, дешевый. Неразрешенная проблема Приднестровья, считают эксперты, является одним из серьезных сдерживающих факторов развития Молдавии. В Приднестровье есть очень успешные компании. Если вы посмотрите на торговую статистику этого региона, то поймете, что почти половина их продукции идет на экспорт в ЕС. Это стало возможным после того, как приднестровские компании начали регистрироваться в Молдавии. Они здесь не платят никаких налогов, но при этом пользуются преференциальным режимом, который предоставил Молдавии Евросоюз. Конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой заморожен с 1992 года. Этому предшествовала гражданская война в регионе, урегулированная при участии России. В основе конфликта вопрос о контроле над территориями, прилегающими к реке Днестр, усиленной противоречиями на национальной языковой почве. Годы спустя после окончания вооруженной фазы конфликта в Приднестровье по-прежнему остаются российские миротворцы. Один из последних, озвученных Москвой, сценариев завершения Приднестровской эпопеи опирается на признание территориальной целостности Молдавии при условии предоставления Приднестровью широкой автономии. Владимир Пасютин, депутат Приднестровского парламента и бизнесмен, этот вариант не одобряет. Он стоит на позициях независимого Приднестровья. А в частности в Евросоюз мы мало экспортируем, потому что у них там есть квоты для Молдовы. И они настолько мизерные, что не получается. То есть если Евросоюз откроет свои рынки для нашей продукции, то естественно она будет там. Помимо политики, Пасютин занимается фермерством. Он также владелец мебельной фабрики. По его мнению, лучший вариант для Приднестровья – максимальное сближение с Россией. Мы экспортировали раньше в Румынию, но сейчас почему-то нет. Наша мебель вполне конкурентоспособна, потому что вы видели, что оборудованы там самых хороших немецких и итальянских фирм. ДСП тоже австрийской фирмы «Крона». Наши люди не глупее, чем те же европейцы. Поэтому наша мебель ничем не хуже, зато дешевле. Поэтому вполне могли бы конкурировать. Но эти барьеры мешают таможенные. Сегодняшние экономические трудности в регионе Пасютин частично объясняют проводимой Кишиневым политикой. Тем более, что вместо того, чтобы каким-то образом ликвидировать те последствия негативной агрессии 92-го года, Молдова продолжает устраивать всяческие блокады. То таможенную блокаду, то железнодорожную, которая продолжается до сих пор, банковская, ну и так далее. То есть в этом, наверное, вина Молдовы на 50% в нашем тяжелом экономическом положении, именно из-за этого, из-за всяких блокад. Поэтому у народа укоренилось такое мнение, что с Молдовой нам не по пути. Владимир более семи лет занимается фермерством. Среди его подчиненных есть и люди с другого берега Днестра. Проблема в том, что в Молдавии для нас нет работы. И вот мы уже 8 лет работаем здесь, на эту компанию. Я не думаю, что Приднестровье должно быть независимым. Нет, полагаю, что, как и раньше, регион должен входить в состав Молдавии. Я вообще не вижу причин разделяться. Мы одно государство. Неразрешенная Приднестровская проблема является одним из веских препятствий на пути сближения Молдавии с Евросоюзом. О котором в Кишиневе говорят, как о важной стратегической задаче. Молдавия член программы ЕС «Восточное партнерство». О больших европерспективах считают в Брюсселе пока региону говорить рано.